Добрый день. Я хотел бы вам рассказать сегодня некоторые новые данные, которые мы имеем сегодня о Солнечной системе. И вообще тема актуальная, об этом можно судить хотя бы уже потому, что вы знаете, что Нобелевская премия за 2019 год, она разделена на две части. Одну, значит, получил Пиблс, космолог американский, известный, очень ученый, а вторая была отдана планетчикам, то есть двум из Западной Европы людям, которые первыми открыли в 1994 году, фактически 1995 год, так называемые горячие Юпитеры. У звезды по спектральному классу напоминающие наше Солнце. Вот это действительно очень важное открытие, поскольку открыт новый класс космических небесных тел, и все это связано. И на фоне вот этого сразу стоит вопрос, а как сравниваются вот эти экзопланеты, их известно уже более 4000 в настоящее время, как их сравнивают с нашей Солнечной системой? Вот. И здесь следует сказать сразу следующее, очень важный факт, что среди очень многих, почти всех, открытых экзопсистем, нет ни одного аналога Солнечной системы. Солнечная система уникальна наша. И вот надо, чтобы понять, а в чем же уникальность этой Солнечной системы, вот мы сейчас этого коснемся, вот как раз, ну, разумеется, тема эта безбрежная, необъятная, но нельзя объять необъятную с другой стороны, поэтому мы коснемся только некоторых моментов наших знаний, о Солнечной системе. Прежде всего, вы должны знать, чем наша Солнечная система характерна, прежде всего. Очень важный факт, который почему-то скрывается за страницами учебников, вне, где они оказываются, этих страниц, заключается в следующем. Если мы сделаем, создадим график, в таких осях. Здесь R, а здесь R, средняя плотность вещества в космическом пространстве, в Солнечной системе имеется в виду. И вот здесь у нас будет откладывать какие-то риски, то есть мы будем откладывать в порядке величин плотности. Так вот, здесь будет Ро минус 17-й, а здесь минус Ро минус… Нет, давайте сделаем наоборот. Тут 11-й, а тут 17-й. Вот так. Планеты земной группы тогда, оказывается, вычерчивают следующий график здесь. Затем идет резкий спад после Марса, почти до нуля. А именно, посмотрите, значит, на 6 порядков разница в плотности, средней плотности вещества в Солнечной системе. А затем идет второй пик, почти той же самой величины 10-й минус 11-й. Это уже планеты-гиганты. Вот это правая часть. И вот посмотрите, поэтому очень часто, когда мы говорим о происхождении Солнечной системы, то возникает прежде всего вопрос, ах там Лаплас, ах Кант. Но есть принципиальная вещь, которая сейчас не подтверждается. Лаплас говорил о протосолнечном диске, из которого образовались потом планеты. Об этом говорил, кстати, Шмидт и так далее. Сплошной. А на самом деле, если отбросить предрассудки и посмотреть вот на этот факт внимательным взглядом, то оказывается совсем иная картина физическая. Вы посмотрите, два кольца окружают Солнце, а между ними почти полный вакуум. Причем химический состав здесь. И здесь совершенно разный. Здесь, это планета земной группы, совершенно другой химический состав. Включая тяжелые элементы, и железо, и кальций, и железо, и золото, и так далее. А здесь углеводороды. Все. Вот оказывается, Солнечная система, по-видимому, произошла из двух различных кольцевых зон, которые окружали наше Солнце. Вот это начало, вот как бы запевка к тому, что сейчас я буду говорить о чем. Ну, прежде всего, мы начнем с Луны. Ближе всего к нам, и, пожалуй, по важности, для будущего человека, для будущего человечества, да и, в общем-то, и для прошлого, Луна имеет первостепенное значение по своей важности. Может быть, Луна – это единственный объект, приходит на ум какая-то присказка тот, способен ли сын идти по стопам своего отца. И вот один сын заявляет, что «папа, я никогда не пойду по своим стопам». Это сказал сын Армстронга, который шел по Луне. Луна, она хоть и далеко, но она близка в то же самое время. Вот очень важные... Сейчас мы как раз к этому перейдем. Проблема происхождения Луны рассматривалась многими. Это один из самых актуальных вопросов в современной астрономии. И до недавнего прошлого, и XX век взять, ну, просто... из очень... из девяти, из десяти работ больше половины посмучалось по происхождению Солнечной системы. И вот Луна, она, значит, вызывает, прежде всего, интерес. Как она возникла и как она эволюционирует. Мы знаем уже по уголковым отражателям, установленным на Луне, что Луна удаляется в настоящее время, почти на 4 сантиметра в год. Земные сутки тоже возрастают постепенно. И в то же самое время нам известно, что в раннем палеозое, ну, я напомню, что такое палеозой, зоя – это жизнь, а палея – это древний. Значит, древняя жизнь – это где-то 530 миллионов лет назад. В течение 300 миллионов лет длился вот этот палеозой подразделяемый на разные там периоды. Так, речь идет фактически о древней жизни сейчас. Так вот, по кораллам в раннем палеозое выяснилось, что сутки на Земле были меньше 20 часов тогда, и Солнце, значит, и число суток в году было значительно больше, чем сейчас. Ну, казалось бы, вот у нас есть Луна, есть приливное влияние Земли на Луну, ну и обратно есть Луны на Землю. Давайте просто добросовестно проинтегрируемся какими-то начальными условиями в процесс обратно. Вот этот процесс эволюции орбиты Луны и самой Луны вот в обратное во время со знаком минус. И, казалось бы, при современном до компьютерном могуществе нам ничего не составляет. А на самом деле это, как говорится, дохлый номер. Не получится. По ряду причин. Во-первых, мы даже не знаем, как заполнялись бассейны водой, океаны, водой на Земле. А значит, мы не знаем, как тратилась приливная энергия, в каких масштабах. Кроме того, компьютерные исследования небесная механика теории возмущения рассчитывают только эффекты до второго порядка. Этого явно недостаточно при изучении предельных явлений. Поэтому вот как раз такой, казалось бы, совершенно естественный метод не подходит. Тем не менее, проблема всеобщей эволюции в астрономии сейчас находится во главе всей науки. Я хочу подчеркнуть это еще раз. Вселенная расширяется, планеты умирают, звезды и так далее. Ну, фундаментальный вопрос, который нас сейчас интересует, как образовалась наша планета и наш естественный спутник Луна. Ну, кратко напоминаю, значит, небесные механики, конечно, знают присутствующие здесь, но напомню, что Луна – это большой спутник, самый большой спутник по отношению к центральной планете в Солнечной системе, самый большой. Радиус Луны 0,27 радиуса Земли. Кроме того, значит, уже о определенном влиянии Луны на Землю я сказал и Земли на Луну, значит, и имеется в виду то, что Земля влияет определенным образом на Луну, это прежде всего видно по факту то, что резонанс один к одному есть, то есть у Луны период обращения вокруг Земли, 27,32 совпадает с периодом осевого вращения этого небесного тела. Это как раз следствие приливной эволюции системы. Гармония движения великолепная у Луны. Это три закона Кассини, которые вы, конечно, должны знать из общей астрономии. Здесь самый сложный закон – это третий восходящий узел экватора Луны на эклиптике всегда совпадает с нисходящим узлом орбиты Луны на эклиптике. А вот второй пункт, посмотрите, его даже Ньютон игнорировал в свое время, я могу сказать. Он считал, что ось вращения Луны перпендикулярна эклиптике. Поэтому он выбрасывал прочь и физическую вибрацию, и многие другие вещи. Даже Ньютон. Сейчас это ясно, что так делать нельзя. Так вот, происхождение Луны. Несколько гипотез. Начинаем с Дарвина. Это Джордж Говард Даллер. Дарвин – это сын великого биолога. Затем наши советские ученые Шмидт, Рускал, Галеев, американец Юрий, Гарольд Юрий. Значит, гипотеза была у Дарвина. Посмотрите, великолепная гипотеза по своей красоте. Вот Луна, значит, затем она начинает убыстрять свое вращение под действием резонансов с Солнцем, орбитальных резонансов. И, наконец, капелька отделяется. Вот это и есть Луна по Дарвину. И потом она, уже приливное влияние Земли на Луну, удаляет ее и продолжает удалять от нашей планеты. Но самый драматический вариант это, безусловно, который в последние, может быть, 15 лет, да, где-то около 15-20 лет, значит, это импактное происхождение Луны. То есть, Луна произошла в результате гигантского импакта. Протопланеты, похожие по массе на Марс, удар был скользящий, это тщательно моделировалось, и очень многие свойства Луны воспроизводятся. Сейчас оказывается с помощью вот этой катастрофического сценария. Вот этого. очень много имен, за которые занимались выдающихся ученых. Это Кант, Лаплас, Пуанкаре, Дарвин, Джинс, современные это Каула, Макдональд, Голдрайх, Пил и так далее, и многие другие. И в Советском Союзе это Сафронов, Русскол и так далее. Ну вот, обратим внимание, во всех этих трудностях с происхождением Луны, собственно говоря, настолько это давно произошло, отделение Луны и образовалась Луна, настолько уже приливные эффекты стерли все следы вот этого образования, то казалось, что зацепиться-то не за что. Где найти зацепку, которая бы повела вглубь вас? И вот, оказывается, можно найти такую зацепку в следующем малоизвестном факте. Оказывается, центр масс Луны немножко на одну тысячную радиуса Луны, всего на одну тысячную, смещен по отношению к центру фигуры. А что это может дать? Вот давайте сейчас как раз это мы рассмотрим. Значит, вот что мы наблюдаем. Вот этот диск Луны, система координат связана с центром масс Луны, ось Х смотрит на вас, вы смотрите с Земли, как бы ось Y направлена по движению Луны с запада на восток, ну и ось Z направлена вниз, к югу. Так вот это расстояние, это смещение как раз центра масс к востоку, где-то 0,73 километра всего. Вот эта составляющая, к вам, которая идет, она наибольшая, 1,77 километра. А вот это вторая по величине, а к югу смещение центра масс еще меньше. Ну, вообще говоря, это результат огромной работы, следует сказать, это вот эти цифры, которые я сейчас тут привожу, посмотрите, вот эти предположим. Это огромная работа. Есть, значит, по данным The United Lunar Control Network, это сеть есть, колоссальная работа проведена. Затем с помощью спутников с методами лазерной альтиметрии вокруг Луны все-таки удалось определить очень точно. Вот посмотрите, дельта Y, это 0,73 километра, это к востоку, о котором мы и будем говорить. Это к вам, то есть смещение к земле, а это к югу. Повторяю, это результат огромной работы огромного коллектива ученых. Так вот, когда мы говорим о интерпретации вот этого важного, малоизвестного факта, нам, прежде всего, надо рассмотреть, прежде всего, один очень важный факт в движении вообще любого тела по слабо сжатому эллипсу, по кеплеровскому эллипсу. Вот у вас активный фокус, то есть здесь центральная масса находится, вот это есть сам кеплеровский эллипс, по которому движется тело, это точка перед центром, ближайшая к земле, в данном случае к земле, к перигей, это апогей, вот эта точка. Вот, есть два фокуса, Агдин – это активный фокус, где центральная масса находится, Земля в данном случае, и есть пустой, так называемый, фокус. И вот, когда мы применим законы, значит, движения по кеплеровскому эллипсу, тщательно исследуем движения при малых сжатиях вот этого эллипса, при малых эксцентриситетах его, то обнаруживается удивительная вещь. Вот это у нас Луна, посмотрите, мы ее здесь, конечно, утрированно выделили вытянутым эллипсом. На самом деле, вытянутых всех значительно меньше, но здесь, чтобы для рисунка это. И вот, посмотрите, главная ось инерции Луны пересекает линию апсид АП в какой-то точке, и эта точка необычайно близка к пустому фокусу орбиты. Вот, казалось бы, пустяк, пустой фокус, а на самом деле там есть маленькое зеркальце, Луна движется по этому эллипсу и смотрится, как кокетка в это зеркальце, посматривает. Ну, на самом деле, конечно, если разбираться, тут довольно громоздкие формулы, интересные формулы, ну, это точная теория, но главное то, что я хочу сказать, посмотрите, вот здесь вот еще раз, отклонение вот этой линии пересечения большой инерции Луны, большой оси инерции Луны, значит, с линии апсид, вот это вот расстояние мы обозначим через дельта. Так вот, дельта К1 можно показать в точности как раз и равно эксцентриситету орбиты. Посмотрите. Тут, конечно, есть другие члены, есть эксцентрическая аномалия еще, но нас интересует вот этот фундаментальный по простоте и важности результат. Вот это дельта, на самом деле, значит, очень малый интервал, в котором изменяется дельта, это примерно одна тысячная от большой полуоси орбиты Луны. Или в километрах это будет вот эти вот величины, посмотрите, 612 километров за эллипсом, за фокусом, а это 548. Кстати, здесь есть асимметрия. Не вы догадаетесь, почему здесь асимметрия смещения вот этого пересечения оси, большой оси инерции Луны с линией опсид? Есть симметрия, она легко объясняется, но для этого надо понимать теорию кеплерского движения. Итак, главное, что здесь удается показать, это фактически просто настоящий учебный материал. При небольшом экс-эллиптической орбите главная ось инерции спутника, в данном случае Луны, в среднем будет направлена к свободному фокусу орбиты. Вот оказывается, это следует учитывать при объяснении эффекта смещения центра массы Луны к востоку. То есть я все веду к этому. Вообще, начиная с Дарвина, вставал фундаментальный вопрос, а как эволюционировала орбита Луны за миллиарды лет? Вот Луна произошла, значит, появилась. А как она эволюционировала? Здесь есть два, два варианта, принципиально важных. Или эксцентриситет орбиты Луны возрастал со временем, но он сильно не мог возрастать, потому что в настоящее это время эксцентриситет орбиты Луны чрезвычайно мал. Е Луны 540 тысяч, это малый эксцентриситет, в общем-то. Поэтому если и эксцентриситет возрастал, то очень узкие рамки, и здесь нет никакого произвола в создании механизмов изменения сжатия орбиты. Итак, мы выяснили важный факт. При движении Луны по эллипсу вокруг Земли ее большая ось всегда смотрит примерно на второй фокус орбиты. Второй важный факт заключается в следующем, это уже сама физика следует, а физика заключается в следующем, что приливное влияние Земли на ближайшее полушарие Луны и на более далекое различаются незначительно, но даже приливное влияние, то есть приливная сила обратно кубу расстояния. И вот посмотрите, вычисления показывают, что вот это есть средняя сила на ближнее полушарие, это на дальнее полушарие Луны, невидимую сторону Луны. Мы видим, что здесь плюс, а здесь минус, а величина х достаточно мала. Х – это отношение расстояния Луны до ближайшей, значит, фактически средний радиус Луны к расстоянию Земля-Луна, R нулевое. Видите, разность этих сил оказывается отлична от нуля, она пропорциональна даже х-квадрату. И вот выяснив это, оказывается, можно дальше продолжать рассуждать о нашей теме. Дело в том, что разность вот этих сил приливных на ближнее полушарие и на дальнее полушарие Луны приводит к тому, что когда на Луне началась дифференциация вещества, то есть более, значит, высокомолекулярные вещества стали стекать в центр Луны и, наоборот, подниматься более легкие элементы. Но у Луны действительно есть небольшое ядро, где-то около 400 километров железное ядро есть даже сейчас. Так вот, оказывается, вот эта разность приливных сил на одно полушарие и на другое приводит к тому, что посмотрите, вот центр масс Луны сместится как раз по отношению к направлению к Земле за счет разности вот этих сил. Потому что здесь сила больше, она будет сюда приливная действовать, она будет ослаблять течение вещества к центру в этом полушарии при дифференциации, а здесь, наоборот, помогать. И в целом пройдет смещение. И вот второй элемент, третий элемент уже важнейший здесь. Предположим, мы рассматриваем вариант с изменением орбиты Луны, когда ее эксцентриситет, орбита возрастает со временем. Возрастает. Это очень важный вариант. Посмотрим, что здесь происходит. Вот у нас Луна, вот это как раз эллипс опять унутрирован, но для рисунка это хорошо. И вот есть угол Е. Посмотрите, под этим углом как раз угол между направлением из центра Луны вот на оба фокуса орбиты. Здесь Земля в одном, в другом это пустой фокус. И вот мы уже знаем, что вот эта ось Луны всегда смотрит почти на второй фокус. Поэтому наблюдатель Земли будет видеть центр масс смещенным влево. Посмотрите, вот этот уголочек небольшой, он будет влево. А влево это значит к востоку. Вот получается замечательный результат. Но это еще не все. Да, наблюдатель увидит центр масс Луны сдвинутым на восток относительно направления на центр фигуры. Но именно такое расположение центра ее фигуры относительно масс мы и наблюдаем в нашу эпоху. Второй вариант, когда эксцентрисцент убывает орбиты Луны. В этом случае легко показать, что центр масс Луны будет смещен уже вправо, то есть на запад. Это не подтверждается наблюдениями. Таким образом, казалось бы, маленькая зацепка нас ведет вглубь. Проблемы. Это уже очень хорошо. Разрешается альтернатива. Посмотрите, в вопросе эволюции орбиты Луны. Это вопрос до недавнего времени был совершенно непрояснен. Потому что есть, конечно, результаты расчетов, когда учитывают все тела Солнечной системы, включая и астероиды, и объекты пояса Койпера, и планеты все на движение Луны. И они показывают, что действительно эксцентриситет орбиты Луны в настоящее время очень медленно возрастает. То есть в прошлом он был меньше. И это согласуется именно с первым вариантом эволюции, о котором мы сейчас говорили. Этого еще недостаточно для объяснения смещения центра масс Луны на восток. И можно показать, что на центр видимое положение центра масс относительно наблюдателя на Земле будет влиять изменение формы Луны. Это второй важнейший фактор. одно дело орбита, а другое дело форма Луны меняется. Когда она была ближе к Земле, она была больше вытянута. Это понятно. Прилемные силы были сильнее значительно. А сейчас постепенно она округляется. Вот это можно показать с помощью теории фигуронавесия. Посмотрите, это поле скоростей округления фигуры. Это поле линейно по координатам будет. У2, У3, У1 это как раз поле скоростей деформации фигуры. Вот здесь это показано. Здесь вздутие уменьшается значит и фигура округляется в результате. И вот посмотрим на этот рисунок очень важный. Посмотрите, вот здесь F1, здесь Земля находится, наблюдатель. Вот центр масс Луны. Вот этот угол мы обозначим через альфа между направлением на центр Луны и на центр масс. То, что мы видим в Земле. И оказывается для этой величины можно вывести из теории фигуронавесия дифференциальное уравнение. Оно выглядит достаточно довольно сложно, но тем не менее имеет решение. Вот оно решение. То есть Эпсилон это уже сжатие Луны в какую-то эпоху, в какое-то время, которое мы называем эпохой в данном случае. А С это некоторое постоянное интегрирование, которое определяется по современным данным. Она очень точно определяется. Что это дает решение этого уравнения? Оказывается Луна произошла, когда она появилась возле Земли, ее сжатие было достаточно большим, 0,31. Это большое сжатие. Достаточно, например, ее большая полуось, ну, почти в 1,4 раза больше полярной оси Луны была тогда. Вот это сжатие означает результат. Но еще также важный результат, то, что Луна могла произойти согласно этому решению не дальше и не ближе, чем 3,23 радиуса Земли средних. Это около 20 тысяч километров. И вот здесь этот результат согласуется оказывается с результатами колоссальных расчетов. по импакту Земли вот этой прототейнией, о которой я говорил, там тоже получается примерно, что Земля-Луна появилась где-то около 3-4 радиусов. Она появилась даже не из самого обломков вот этих Луны, она появилась из газового бублика, раскаленных газов, которые образовались при этом импакте гигантском. И вот оказывается этот результат в общем-то согласуется и подтверждает эти компьютерные расчеты. Ну вот это только один, как говорится, элемент в изучении нашего спутника, но тем не менее, посмотрите, казалось бы, такой малозначащий фактор, как смещение центра Массо-Востока, можно очень хорошо интерпретировать. Это дает и смещение и изменение к центроситету орбиты Луны, ее сжатие, где она произошла как далеко от Земли. Это очень важно. Так, ну, выводы я уже сказал об этом, значит, пойдем дальше. Теперь заглянем в медвежий угол Солнечной системы. Ну, медвежий, разумеется, в кавычках, медвежий там, где можно ногу сломать, далекий угол, еще до недавнего времени это был совершенно малоизученный район Солнечной системы. До недавнего времени я хорошо помню еще те учебники, где говорилось, что Плутон это граница Солнечной системы, достойное венчание там, и масса Плутона там, даже больше масса Земли называлась, я помню это. Вот, а дальше ничего не загадывалось. Дальше. Ну, вдруг, вот, сейчас как раз актуальнейшей проблемой астрономии в современную эпоху является изучение то, что находится за Плутоном. А точнее за Нептуном. ТНО-объекты это как раз транснептуновые объекты. Ну, вот это рисуночек, схемка небольшая, посмотрите, это орбита Нептона, расположение Нептун, значит, это Плутон вместе с Хароном, значит, он находится в резонансе 3-2 с Нептуном, кстати, все объекты, которые имеют такой же резонанс с Нептуном, называется Плутина. Ну, название не очень удачное, но в астрономии все приживается, включая и гоблинов космического полета и так далее. Я еще покажу эти довольно нелепые названия, но так они и есть такие. Вот, Плутина. Значит, есть здесь резонансы уже более высокого порядка, неустойчивые резонансы, и, наконец, есть еще резонанс 1 к 2, который означает границу пояса Койпера, внешнюю границу пояса Койпера. Внутренняя граница это орбита самого Нептуна, а внешняя это вот резонанс, это около 55 астрономических единиц, если от Солнца мерить, вот вам внешняя граница пояса Койпера. Ну, а вот вообще говоря, на этой картинке, которая показывает нам вот в красочном виде, вот схему Солнечной системы, посмотрите, само Солнце, вот орбиты планет земной группы, вот пояс астероидов, классический пояс между Марсом и Юпитером, и вот, значит, орбита Нептун, вот Юпитер, посмотрите, и вот в этой зоне, вот в этой зоне вот расположены, находятся сейчас очень важные объекты нового типа совершенно, это так называемые астероиды-кентавры, именно вот здесь они находятся, между Юпитером и Ураном, или между даже Сатурном и Ураном, вот здесь вот. Вот один из таких объектов мы сейчас с вами и рассмотрим. Это астероид Карикла, значит, был обнаружен, значит, открыт в 97-м году, значит, с периодом 62 года, с копейками, значит, движется вокруг Солнца, значит, вот на таком расстоянии, то есть между Ураном и Сатурном находится вот это расстояние. Чем же замечательный этот объект, значит, объект, эти объекты названы кентаврами не случайно. Они проявляют и свойства и астероидов, и комет. Вообще говоря, между ними разница очень большая, граница между этими объектами, но вот в кентаврах они проявляют и те, и другие свойства. Дело в том, что первый кентавр, который был открыт чуть раньше, это кентавр-херон, как раз при прохождении в перигелии он образовал вдруг кому. Сначала думали, что херон это крупнейший в поясе среди объектов вот этих центавров или кентавров, но сейчас выяснено, что вот это карикла побольше его. Значит, вот его размеры, посмотрите, средний радиус довольно значительный, 128 километров, сплюснутость достаточно велика, посмотрите, эксцентриситет с сжатием оригинального сечения, ну, почти 0,5. Опять же-таки, применяя, вот, значит, здесь это художественное изображение этого кентавра, карикла, вот, это солнце, так видно, здесь все размеры соблюдены, ну, а к этой структуре мы сейчас вернемся еще вокруг карикла. Применяя, опять же-таки, методы теории фигуронавесия, я повторяю, что здесь еще раз вас призываю к изучению или хотя бы к знанию элементов теории фигуронавесия. Вот посмотрите, так с Луной было, так и дальше будет продолжаться. Значит, применяя элементы теории фигуронавесия, мы получаем вот это замечательное соотношение, квадрат угловой скорости, нормированный на 2 пи жеро, на среднюю плотность объекта. Вот, и поскольку нам фигура известна, и геометрия ее известна, нам исправная правая часть известна, это коэффициенты потенциала внутреннего, вот они, А1 и А3. Поэтому мы знаем вот это соотношение, и зная отдельно угловую скорость вращения, спинового вращения коррекла, это 7 часов, 0,04, вот это вот, видите, вот, часа, мы можем вычислить и плотность, и массу, и так далее. Масса оказывается, значит, плотность оказывается вот характерной для каменных астероидов, 2,7. Опять же таки с помощью теории фигурно-весия. Но, когда я показывал вот эту картинку замечательную, вы посмотрите, значит, в 2014 году было сделано сенсационное открытие, были обнаружены кольца вокруг этого кентавра, коррекла, более того, даже два кольца, посмотрите, внутренняя плотная и внешняя с меньшей массой. Расстояние между ними 9 километров, зазор вот этот вот, а сами расстояния где-то 390 километров и 400 километров до внешнего колечка. Кольца имеют очень резкую границу, и, казалось бы, там должны быть спутники. Общее ожидание небесных механиков и вообще астрофизиков было то, что только спутники-пастухи способны такую границу создать. Однако подробнейшее изучение не показали присутствие здесь спутников. Никакие наблюдения, значит, стоит загадка, а как же, за счет чего поддерживается вот эта форма, резкая форма колец вокруг этого. Вообще говоря, сенсация-то в чем заключалась? Вы же знаете, что было 4 планеты-гиганта, вокруг которых там кольца известные. Это, например, Сатурн, великолепнейшая картина, колец Сатурна. Потом, в 1977 году, я помню, были открыты кольца вокруг Урана, более тонкие уже. Затем, через 2 года, в 1979, были открыты кольца Юпитера. Тоже, вокруг планеты-гиганта тоже есть кольца. Ну и Нептун тоже имеет кольца. И вот вдруг было совершено действительно важное открытие, оказывается, кольца есть и вокруг малых небесных тел. Это кольца нового типа. Почему? Обратите внимание, а почему это кольца нового типа? Почему? Это важнейший факт такой наблюдательный. Дело в том, что, если мы вычислим предел Роша для вот этого астероида, то есть там, где, за который, если тело вступает ближе к этому телу предела Роша, здесь предел Роша где-то вот здесь будет, то это тело будет разорвано притяжением этого астероида. Нет, я оговорился, ребята, на самом деле предел Роша вот для вот этого, для этой массы и вот этой формы вот этого астероида находится вот здесь. А эти кольца находятся вне радиуса Роша. Таких колец еще в Солнечной системе никто не знал. Это кольца нового типа. Поэтому с этим вопросом, а как произошли, ведь есть же фундаментальные вопросы, как произошли кольца Сатурна, что ожидает их в будущем. Там очень много интересных гипотез, теорий относительно колец вот этих планет-гигантов, а это вообще кольца нового типа, поэтому очень важно их хотя бы изучить в каком-то приближении. Вот, мы моделируем эти кольца с помощью Тора. Для Тора важны следующие геометрические параметры. Это радиус осевой линии Тора, вот это вот Р нулевое, и радиус рукава самого. Есть важнейшая часть здесь, это притяжение, это силовое поле Тора или потенциал Тора гравитирующего. Эта проблема не решена была до недавнего времени совершенно, вот, и здесь мы впервые удалось определять гравитационную энергию Тора как такового. Ну, начинается здесь с обычной теоремы Вериала, вот это дисперсия скоростей, частиц, из которых состоят эти кольца, МР это масса кольца, а вот это искомая гравитационная энергия Тора, о которой мы сейчас и говорим. Через то же самое, вот посмотрите, вот она гравитационная энергия, вот эта ее формула, можно все определять гравитационную энергию через средний потенциал внутри Тора. Вот это фемин, вот это есть средний потенциал Тора. Если мы ее знаем, мы знаем дисперсию скоростей частиц, составляющих эти кольца. Вот здесь раскладывается в ряд этот потенциал по геометрическому параметру Тора. Вот. Это все делается, это все механика. То есть в действительности мы находим даже линии равного потенциала Тора. Посмотрите, есть сепаратриса, которая отделяет вот замкнутые кривые вот от этих кривых, которые объединяют уже оба фокуса Тора. Вот, просуждая таким образом, мы с вами приходим к важному результату. Посмотрите, оказывается, масса ринга вокруг астероида в данном случае пропорционально квадрату его значит Ку, вот это Ру нулевой на Ру Р, геометрическому параметру и пропорционально посмотрите, среднему потенциалу внутри Тора, то есть его гравитационной энергии фактически. Но главное здесь следующее, посмотрите, масса ринга пропорциональна оказывается массе центрального тела. А мы же массу рингов ведь не знаем, откуда мы их знаем, поэтому очень важно выяснить, надо начать с массы вот этого кольца, как определять массу этого кольца. И вот, оказывается, общая теория фигур равновесия дает очень важную вот эту формулу. Оказывается, зная М нулевое, можно определять массу рингов. Ну и дополнительные данные, там есть еще геометрический параметр Тора. И вот, применяя эту формулу уже кольцам карикла, мы с вами находим, что внутреннее кольцо это одна тысячная по массе от массы центрального тела, а внешнее кольцо на порядок меньше по массе 10 минус 4 будет. Вот это тоже важный результат. Кроме того, применяя теорию, кинетическую теорию материи к частицам, мельчайшим частицам, которые составляют эти кольца, ну к мелким, мельчайшим они не являются, можно вывести, найти время диффузии частиц внутри кольца, можно найти время диссипации этих колец, оказывается. И вот, оказывается, посмотрите, для колец карикла мы получаем следующий замечательный результат. Время диссипации оказывается порядка 10 тысяч лет, ну или между 10 в 4 и 10 в 5, от 10 тысяч лет до 100 тысяч лет, точнее 2, 2 вот здесь вот есть, 2 на 10 в 4 получается для обоих колец. То есть получается очень малое милчика, получается очень малое время диссипации. По астроническим меркам 10 тысяч лет или даже 100 тысяч лет это ничто. и вот оказывается, посмотрите, кольца Сатурна, кольца карикла будут быстро эволюционировать и встает вопрос, а что с ними будет потом? Повторяю, спутников там нет, вокруг карикла и структуру колец поддерживать нечем, поэтому 10 в 4 или 10 в 5 лет время эволюции является реальной эволюцией. встает вопрос, во что превращаются эти кольца? И здесь надо вспомнить, что эти кольца находятся за пределом Роша для данного тела. То есть это означает, что эти кольца, мы считаем, что эти кольца на пути в превращение в спутники астероидов. Вот куда идет эволюция. Так, ваш вопрос, пожалуйста. Какие характерные размеры и массы самих астероидов? Значит, у этого где-то 130 километров, карикла 130 километров где-то. Сейчас еще раз покажу. Так, я не туда пошел. Средний радиус где-то около 126 километров. Да, вот размеры, посмотрите, вот они внешнего, внутреннего кольца 390 километров, как я говорил, и внешнего 404-405 километров. Это ширина этих колец внутреннего и внешнего. Ну, и тут понятно, что и масса это будет совершенно разная. Внутреннего кольца на порядок больше, чем... А самого астероида, значит, это вот. Вот, посмотрите, это большая полуось этого астероида, это малая полярная ось, а это средний радиус 128 километров, как я и говорил. Вот, это всего лишь один из объектов, но посмотрите, сколько интересного приносит изучение этих объектов. теория фигуров навесия, о которой я говорил, ее, она применяется, ну, буквально на каждом шагу можно ее применять по отношению к телам Солнечной системы. Вот возьмем, например, третий по величине спутник Сатурна, это Япит, или Джапетус по-латыни, мы его просто Япитом можем называть. Вы посмотрите, после того, как Кассини побыл несколько лет в районе колец Сатурна и спутников, он обнаружил, он в частности исследовал и Япит. Были обнаружены интереснейшие вещи с этим Япитом. Вы посмотрите, вот этот хребет, экваториальный хребет на Япите, высота его около 13 километров, а ширина где-то около 20 километров. Да, вот здесь 20 километров. Это раз. Во-вторых, обнаружены цветовые особенности этого Япита. Вы посмотрите, поскольку он одной стороной всегда смотрит на Сатурн, он тоже в резонансе один к одному вращается, у него есть ведущее полушарие и ведомое полушарие. Так вот, оказывается, ведущее полушарие его забрызгано углеродом чистейшим. Эта Алибеда здесь вообще близко к нулю, а здесь чистейший лед и Алибеда очень высокая, 70-80% отражает света вот это полушарие. И казалось бы, а при чем тут вот этот хребет, о котором мы говорили, посмотрите. А вот оказывается, есть особенности структуры этого хребта на этом Япите. Там, где у него черное полушарие, там мощный, этот хребет особенно мощный. И наоборот, на светлой стороне этот хребет вырождается в отдельные вершины уже. Почему? А это очень легко объясняется, опять-таки, с точки зрения теории фигуров равновесия. Там, где полушарие черное, там температура на 16 градусов выше оказывается Кельвина. Это выяснено точными данными. Вот здесь вот, на 16 градусов. То есть тут лед более пластичен. Ну, а при чем тут, казалось бы, дальше-то? А дальше вот что. Опять же-таки, теория фигуров равновесия показывает, что при сферизации фигуры, а Япит был захвачен в резонанс один к одному, когда он еще быстро вращался, поэтому сферизация идет до сих пор, образуется вот эти как раз пики. Это экваториальные, вот это и есть хребет. И там, где лед более пластичен, пики наиболее сильные. То есть это очень хорошо сходится с другими данными по Япиту. Ну, пойдем дальше. В медвежий угол, уже в сам поиск Койпера. Здесь, прежде всего, объект Хаумея привлекает наше внимание. Значит, объект, посмотрите, действительно впечатляет этот объект. По размерам он даже превышает по длине, чем Плутон. По поперечнику, по своим линейным размерам, по массе он уступает Плутону, поскольку, оказывается, этот объект Хаумея очень вытянут вдоль одной из своих осей. и вращается этот объект за... Вы не поверите, если размеры там 2400 поперечники у нее, 2400 километров, то вращается быстрее четырех часов. Это настолько бешеное вращение, ну, просто, что очень трудно вообразить было бы, потому что у Земли там 24 часа, вот, а тут меньше четырех часов. Вообще, это самый объект, самый быстро вращающийся объект в Солнечной системе, радиус которых больше 100 километров, а тут далеко за 100 километров. Это самый быстро вращающийся объект. Он имеет два спутника, Хиака и Намака. Это, опять-таки, индонезийская эпос индонезийский. Вот, но, по-видимому, хауме чем привлекает, посмотрите, наше внимание, тем, что это единственный объект в Солнечной системе, фактически, который сделал пересадку в своей эволюции с последовательности оси симметричных сжатых фигур, это сфероидальных фигур, на трехосные фигуры. Вот, для специалистов по теории фигуронавесия это важнейший факт, и сейчас я немножко его поясню все-таки. Вот, посмотрите, если мы здесь будем откладывать гравитирующую жидкую массу, возьмем, здесь будем накладывать опять-таки нормированный квадрат угловой скорости вращения тела, а здесь его сжатие. Вот эта кривая, это как раз кривая, описывающая сфероиды Маклорена, известные, то есть объекты оси симметричные. А вот эта кривая, которая начинается вот в точке Б от сфероида Маклорена, это трехосные эллипсоиды Якоби. Так вот, Хаумеа попадает вот сюда, вот посмотрите, вот где-то здесь она торчит, в районе эллипсоидов Якоби. И это уже вызывает глубочайший интерес, глубокий интерес. А как же такое могло получиться? Опять-таки, здесь знание теории фигуронавесия является главным. И вот, зная эту теорию фигуронавесия, можно, оказывается, выяснить следующий факт. Посмотрите, взаимодействие ядра каменного с ледяной оболочкой мощности на этой Хаумеа, а именно такое ее строение и есть, приводит к тому, что массы льда сползают, вы посмотрите, сползают на острые края концы Хаумеа, этого астероида, это карликовые планеты, это карликовые планеты. А затем отделяются, и так образуются спутники. Вот эти два спутника образовались, мы считаем, что образовались они за счет этого стекания взаимодействия, это тонкий эффект, теория фигуронавесия, не думайте, что просто это элементарно раскрутили, там льды поползли, это тонкий эффект взаимодействия, сжатия, значит, ко-стоун, каменного ядра, с ледяной оболочкой, мантией вот этой вот, тонкий эффект. И тем не менее, эффект действительно приводит к появлению этих спутников. У американцев другая здесь гипотеза была, опять-таки, импакт, значит, вот большой импакт. И более того, я переписывался с людьми, которые вот занимаются этой проблемой, занимались и занимаются, они считают, что обратное движение спутников вот этих вот есть. Вот, посмотрите, если Хумио вращается в этом направлении, посмотрите, в положительном направлении, так называемом, то спутники движутся в обратную сторону, они считают. А на самом деле исследования показывают, что наиболее вероятно движение именно прогрейт моушен. Не ретро-грейт, как говорят американцы, а прогрейт. А это и противоречит их теории импакта. Поэтому вполне возможно, что новая гипотеза очень важна в данном случае тоже. И еще один факт, который привлек внимание уже недавно снова к Хумио. Значит, это, посмотрите, редчайшие события наблюдали 12 обсерваторий во главе, значит, Ортис, испанский астроном, значит, возглавил эту всю компанию, наблюдали прохождение вот этой Хумио по звезде фона. По звезде фона, а по отдаленной звезде. И было открыто кольцо. Вы посмотрите, вот это, к сожалению, его не видно. Вот оно, тут чуть-чуть видно. Темный очень рисунок. Было открыто кольцо. Мощное, достаточно мощное, массивное кольцо. И вот, динамика этого кольца тоже вызывает большой интерес у нас. Опять же-таки, взаимодействие здесь. За счет чего кольцо поддерживает свою форму строгого? Посмотрите, это кольцо с очень строгой границей. Ну, можно вернуться, здесь плохо видно, кольца кариква. Они похожи, хотя бы чисто внешне. Посмотрите, здесь прекрасно видно. За счет чего поддерживается форма и у Хумио, у карликовой планеты жесткой? Там ведь нет спутников, пастухов. Есть хияка и намака, но они очень далеко находятся. Там их вращение 50 дней, значит, вот 40 дней, 50 вокруг карликовой планеты Хумио. Поэтому вопрос об эволюции этих колец упирается, опять-таки, в тонкие расчеты и очень сложные расчеты по выяснению свойств так называемых колец Гаусса вокруг небесных тел. Вот. Я сейчас не имею возможности вас, как говорится, углублять в это дело. У нас тема-то лекция другая, потому что это, вообще говоря, динамика колец Гаусса это совершенно отдельная тема лекции должна быть. Это подход несколько обобщает общий подход в теории возмущений небесной механики. Если там, в теории возмущений, у вас во главе угла функция Лагранжа стоит, оказывается, функцию Лагранжа можно заменить взаимной энергией колец Гаусса. И тогда результаты получаются тоже интересные и адекватные результаты, адекватные задачи. Это очень существенно. Наконец, давайте вернемся к теме нашей. Вот это хауме, значит, вот я и занимаюсь этой хауме уже лет пять, наверное. У меня несколько работ на эту тему, значит, и вот она продолжает привлекать очень внимание. Ну, а теперь перейдем к другой теме. Значит, вот я уже сказал, что все, мы объять не можем, тем не менее, значит, перейдем к общему строению Солнечной системы. К общему строению Солнечной системы. Вот этот замечательный рисунок, который здесь, посмотрите, он очень характерен своими масштабами. Посмотрите, все планеты, включая и Нептун, и так далее, это вот эти вот кружочки в самом центре. Дальше идет поиск Койпера и рассеянный диск. Вот это рассеянный диск, так называемый. Это уже за 60 астрономическими единицами. Там рассеянный диск уже есть. Объект рассеянного диска. Объект рассеянного диска, это в частности, это Седна, так называемая, которая была открыта в 2004 году и у которой период движения 12 тысяч лет вокруг Солнца. Вы посмотрите, какие масштабы гигантские здесь уже возникают. Оказывается, Солнечная система это гигантский механизм, а не то, что качает, как думали, еще недавно орбиты Плутона все ограничиваются. А еще внешнее, это почти сферическая форма облака Уорта. Облако Уорта это источник долгопериодических комет. Если источник короткопериодических комет до 200 лет это объекты пояса Койпера, то источник долгопериодических комет это как раз является вот это облако Уорта. Здесь миллиарды тел, размер которых превышает даже 10 километров. Вы понимаете, насколько гигантский это резервуар комет. Опять-таки, здесь, возможно, два подхода, понимаете, при анализе. Два подхода. Первый подход обычный небесно-механический подход. Когда следуются движения отдельных малых тел или комет, например, в гравитационном поле звезды и галактики. Значит, это масса, огромная масса работ. Это очень важная часть небесной механики. Это обычное движение в силовых полях точек. Но мы подойдем к этой проблеме, к проблеме строения облака Уорта с точки зрения теории фигурно-равновесия. При этом будем операции на статистику, разумеется, движений. Задача ставится так. Нас интересует равновесная форма около звездных облаков, которую эти облака принимают под влиянием вращения вокруг центра галактики и внешних гравитационных полей. Это какие внешние? Это центральная звезда и поле самой галактики. Опять-таки, с точки зрения теории фигурно-равновесия. Итак, мы считаем галактику оси симметричной поначалу, вводим систему координат, находим пробную звезду какую-то, рассматриваем движение ее и рассмотрим, какие силы действуют на эту пробную звезду. Вот у нас есть баланс гравитации и центровежной силы или вторая производная дает нам следующее дифференциальное уравнение движения, очень важное. И в итоге мы получаем следующий общий компактность облака позволяет самого по сравнению с размерами галактики считать, что мы будем рассматривать влияние галактики внешней только в приливном приближении на это поле облака Орта. Ну и в таком случае потенциал мы можем записать в таком виде, посмотрите. Это потенциал центральной звезды, это центробежный член, это влияние галактики уже на потенциал данной точки. Или можно считать, взять общий потенциал, обобщенный потенциал, вот это потенциал центральной звезды, это потенциал связанный с вращением, а это потенциал член, который определяется влиянием галактики уже на вот это поле. Значит, здесь уже, посмотрите, уже в такой постановке вы чувствуете, если вы слышали о проблеме Роша, возможно, здесь уже более широкая постановка проблемы, чем для фигуры Роша известной, потому что здесь мы учитываем внешнее поле галактики и вращение еще вокруг центра галактики. И вот здесь на помощь нам приходит, в чем проблема-то состоит, посмотрите, вот мы записали вот этот вот общий потенциал, мы его сейчас будем анализировать, но здесь есть вот этот член, например, Д2фи по Дх3, это потенциал, гравитационный потенциал галактики, и вся проблема заключается в том, а как его оценить, его значение численное. Вы знаете, вам по динамике звездных систем рассказывали, что Солнце совершает не только движение вокруг центра галактики с периодом 240 миллионов лет, но и также колеблется при этом относительно плоскости галактики. Сейчас она находится выше плоскости галактики, там с периодом где-то десятки миллионов лет. Вот эти колебания есть. Так вот это колебание перпендикулярно галактике определяется как раз вот этим членом и определяется. В этом и загвоздка. Оказывается, можно вычеркнуть все эти коэффициенты через постоянные орта в динамике звездных систем для нашей галактики. И вот К1 и К3 вот в общем потенциале, посмотрите, они как раз выражаются через вот эти постоянные орта для нашей галактики. Сейчас я покажу. Вот, посмотрите, вот К1 выражается через А и Б таким вот образом, а К3 выражается как раз вот через то, что сила, которая нормально в плоскости галактики выражает собой. и так у нас есть. Теория фигуронавесия дает нам вот эту формулу полного потенциала. а дальше уже, собственно говоря, все просто. Посмотрите. Сравнительно просто, конечно. Значит, внутри этой фигуры, вблизи звезды, эквипотенциальные поверхности дублевая константа имеет замкнутую форму, почти сферическую. Напротив, вдали от центра они будут разомкнуты уже. А нам надо дойти ту, которая со звездочкой вот это значение потенциала, критического потенциала, которое дает уже разделение сепаратрису от замкнутых кривых от разомкнутых. И вот как раз она определяется вот таким вот образом. Вот она, это значение вот этого потенциала определяется вот так вот. Подставляя дублевая со звездочкой в это уравнение, еще раз посмотрим, вот в это вот, в левую часть, мы с вами получим фигуру, граничную фигуру, критическую фигуру облака Уорта. И вот сечение этих кривых выражается, вот здесь показаны все три сечения. Посмотрите, есть три плоскости симметрии в этой фигуре, она напоминает лимон, это три плоскости симметрии, эти углы где-то 38 градусов, это 60 градусов заострения. Значит, вот эта 3D-фигура вот этого облака показана вот здесь. Это направление на центр галактики. Вот так расположено, такую форму имеет облако Уорта. Ну, казалось бы, ну и что, ну и имеет, что. Но, ведь в науке, ребята, малейший результат, адекватный, правильный, конкретный, строгий результат имеет большую ценность. Так и здесь, посмотрите, ведь до недавнего времени считалось, что облако Уорта имеет сферическую форму или почти сферическую. А вот, оказывается, не совсем так. вот эта форма этого облака Уорта, если мы учтем влияние галактики. И вот, оказывается, дальше, самое интересное начинается дальше, оказывается. Мы вычисляем объем этого лимона, все это интересная задача математического анализа, как говорится. Вот. Но, главное здесь вот в чем, что когда мы вычисляем среднюю плотность вещества внутри фигуры, она оказывается 10-20-23 грамм на кубический сантиметр. И в то же самое время, если мы возьмем среднюю плотность вещества в галактике, это тоже 10-23 грамм на кубический сантиметр. Это по Кингу. Этот результат. Это говорит о том, что оказывается средняя плотность вещества внутри таких фигур, лимонно, совпадает со средней плотностью галактики, вещества в галактике в нашей. Это означает, что, посмотрите, здесь есть несколько важных выводов, что именно эта фигура, которую мы нашли, представляет собой элементарную ячейку в объемной конструкции галактики в целом. И такие совпадения с плотностями не могут быть случайными. Следствием этого может быть то, что кометные облака соседних звезд в галактике соприкасаются или даже пересекаются друг с другом. Следовательно, звезды могут обмениваться кометами друг с другом. Это общий теоретический результат. И вот в свете недавних данных посмотрите, вот это известное Оу-Мяу-Мяу, вот этот объект вытянутый, это действительно со скоростью 62 км в секунду пролетел, и ученые рассчитали его орбиту, и это подтвердило подозрение, что это межзвездный объект, он не является объектом нашей галактики. И вот еще полгода назад было открыто еще одно небесное тело, это комета Борисов в Крыму, которая тоже с огромной скоростью пролетела возле Солнца и удалилась навсегда от Солнца. Вот эти два объекта уже межзвездные, посмотрите, это звоночек, тревожный звоночек, поэтому имеет смысл рассмотреть насколько пересекаться могут эти фигуры лимоны между собой, но это для этих точных данных пока нам не хватает. Надо уточнять постоянные орты, даже по данным Гайя эти постоянные орты определяются, и то это еще недостаточно, чтобы точно определить объем вот этих фигур, о которых мы сейчас говорим, облако орта. Ну, в целом я хочу сказать, что общий вывод, что имеющиеся в настоящее время данные наблюдений, это на доске, позволяют сделать кое-какие очень важные, интересные, главные, главные интересные выводы о структуре и составе Солнечной системы. Вот мне сказала Елена Владимировна вам показать какую литературу, ну, литературу давайте вот по теории фигурно-весия, это, конечно, Чандра, эллипсидальная фигура равновесия, Субботин, третий том, курс небесной механики, и третья книга, значит, теория потенциала фигуры равновесия, то есть, я могу все это дать вам, и презентацию я тоже пришлю Елене Владимировне данного доклада, все будет дано, а теперь жду от вас вопросов. Можете немного про наблюдения рассказать, объекты очень далекие, на каких инструментах вылетают? Ой, это целая проблема, да, значит, вообще поясы, объекты пояса Койпера наблюдается с огромным трудом, с огромным трудом, потому что они темные, во-первых, очень темные и очень далеко находятся, но сейчас вот приемники света все-таки совершенствуются, и на крупнейших телескопах все-таки вот несколько, уже сотни таких объектов открыты, среди них и Хаумеа, и Седна, и так далее, и проблема девятой планеты, о которой я просто сегодня не успею, не успею сказать, я хотел вам сказать о ней, но сейчас не успею уже, наверное, сказать, вот, поэтому ждем, чтобы прогресс здесь наступил, вы совершенно правы, значит, что вся надежда сейчас на резкое улучшение наблюдательных данных, это гигантские телескопы, 30 метров в диаметре, 50 метров в диаметре, зеркало, значит, вот речь сейчас идет именно об этом. Да? Когда речь идет об области, об области Аорта, вы говорите про вот эту форму, я так понимаю, что сейчас это все только теоретическое вычисление и как-то реально ее оценить мы не можем. Ну, разумеется, если бы мы находились на галактике Сомбрера где-нибудь, мы, возможно, бы изучали форму нашей галактики в Солнечной системе более точной. Вот. Ну, конечно, это теоретические расчеты, но это расчеты адекватные, которые подтверждаются наблюдениями. Они на них основаны, эти расчеты, это не какой-то, значит, это подтверждается наблюдениями. Вы посмотрите, совпадение плотностей это вещь очень интересная. Еще вопросы, ребята, давайте смелее. Что-то. К сожалению, я сказал, что не успею рассказать о проблеме четвертой планеты 9. Вот. Это интереснейшая вещь, но сейчас уже вы уже устали. может, небесные механики что-то спросят, там сидят парочка. Вы хотели про планету 9. Я как-нибудь другой раз. Вот про планету 9 я рассказывал в октябре этого года. Вот здесь же, в этом зале. Но рассказывал в фестивале открытой наук, есть так называемый. Я специально так и заглавил ее. Существует ли планета 9? И жаль, что вас там не было. Это целая отдельная проблема, ребята. Ну, давайте, еще вопросы, давайте, я жду. Да не надо стесняться, ребята, мы тут, как говорится, все свои. Вы уж тоже не первый год в Гаише далеко. Ну, если нет вопросов, тогда позвольте откланяться. Спасибо. Спасибо.